Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Сегодня среда, 29 марта и напомню, что с сегодняшнего дня стартует процедура выхода из Великобритании, так называемый Brexit. Поэтому здесь нужно быть предельно внимательным в этом вопросе. И начнем с обзора основных инструментов. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы можем отметить то, что вчера к концу торговой сессии пара снизилась ниже открытия понедельника, уже обновив минимум в область 1.08.19. Что, в свою очередь, может нам говорить о начале коррекционного краткосрочного движения по паре евро. Основное направление на текущий момент все также остается на укреплении европейской валюты, но пока рынок уходит в коррекцию. Коррекция, как дополнительная возможность, присоединится к рынку по более интересной цене уже в тот момент, когда коррекция завершится. Практически то же самое мы видим и по британскому фунту. Уходим ниже минимума в пятницу, ушли ниже отметок 1.24.73, а сейчас уже торгуемся по 1.23.84. Что, в свою очередь, нам также говорит на краткосрочном таймфрейме о начале коррекции по паре британский фунт. К тому же, вчера локальный максимум обновлен не был и пока у покупателей недостаточно сил для того, чтобы двигаться дальше на 1.26, на 1.27. Выход из коррекции уже даст также нам интересные возможности для присоединения на покупку по данной паре. В сравнении с европейской и британской валютой, австралийский доллар, валютной паре австралийский доллар, американский доллар, показывает нам выход из коррекционного движения исходящего, которое идет с 20 чисел марта. И в ближайшей перспективе мы можем увидеть продолжение укрепления австралийского доллара уже в области 0.77.36. Данную ситуацию мы видим после обновления максимумов, которые были вчера. Сегодня с открытия уходим выше, уже показали локальный максимум за последние 4 торговые сессии, ушли выше 0.76.56. И на текущий момент формируется как раз ситуация выхода из коррекции, выхода из нисходящего движения. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара уйдет ниже 0.75.85 фактически, пока мы остаемся выше минимумов, которые были вчера. Ситуация на покупку более привлекательна по австралийцу. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает постепенно укрепляться. И сейчас более вероятно, на мой взгляд, становится продолжение укрепления американского доллара в валютной паре с канадским долларом. Мы видели обновление максимумов 27-го числа. Вчера также уходили до отметки 1.34. 1.34.13 сейчас парам несколько корректируется, чуть ниже максимума вчерашней торговой сессии. Но пока основное направление остается, на мой взгляд, восходящее в краткосрочной перспективе. Локальные минимумы, мы видим, постепенно повышаются. То есть не было обновлений локальных минимумов, что в свою очередь нам подтверждает краткосрочное движение на укрепление. Пара американский доллар и японская иена торгуются вблизи максимума вчерашней торговой сессии. Напомню, что вчера также минимум обновлен не был, который показывает нам настрой движения на ослабление американского доллара по отношению к японской иене. Поэтому в ближайшей перспективе мы можем ожидать закрепления выше отметки 111.23 и уже после этого начала коррекционного движения по данной валютной паре. Индекс DAX после вчерашнего выхода и обновления максимумов 27 числа дошел до локальных максимумов в области 12.184, то есть фактически до максимумов, которые были в середине марта. Следующая цель по данному инструменту, по ключевому индексу Германии находится в области 12.412, то есть фактически на расстоянии порядка 2500 пунктов от текущей цены. Поэтому туда сейчас индекс и продолжает свое движение. По золоту вчера мы также не увидели обновления локальных максимумов, видим краткосрочную коррекцию и сейчас пара торгуется вблизи минимумов открытия понедельника. Если золото уходит ниже отметки 1247 долларов за тройскую унцию, то по золоту мы также можем начать уже отслеживать коррекцию на снижение золота с последующим присоединением на покупку уже в момент выхода из коррекции движением с ближайшей целью до 1264 долларов за тройскую унцию. Ну и нефть марки Brent, как мы отмечали вчера, был сформирован локальный уровень сопротивления, локальный уровень поддержки. Поддержка находилась в области 50.02, сопротивление в области 50.90. Вчера вышли за уровень 50.90 и двинулись в область 51.93.52. Соответственно, сейчас краткосрочно по нефти марки Brent мы видим укрепление. В свою очередь, отмена данного сценария произойдет в том случае, если черное золото вернется в область 50.70, обновит локальный минимум вчерашней торговой сессии и дальше уже мы можем ожидать движения на 50. Но сейчас в краткосрочной перспективе нефть продолжает свой рост. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся завтра. Продолжение следует...